Девушки отдыхают Что такое в Город Движение, нам будут объяснять наши гости Дарья Ткачева, это руководитель, собственно, проекта Город Движение Это самый главный двигатель города, получается, да, Даша? Совершенно верно Добрый день На чем, на бензине или на дизельном топливе работаете? И гости нашего города, Александр Любашин, преподаватель научно-творческой лаборатории современных форм танца Академии русского балета имени Вагановой Добрый день Добрый день Добрый день, мучит-то как, красиво И Дина Верютина, видеооператор, режиссер документальных фильмов, арт-проектов и коммерческого видеоконтента Добрый день Дарья Ткачева у нас была не так давно в газетах, как раз-таки в конце нашей беседы Чуть-чуть Чуть-чуть мы об этом заговорили Ну, а сегодня решили, собственно, посвятить полноценный эфир данной теме Проект Город в движении Да, у нас очень важный для нас проект, очень новый, очередной такой глобальный эксперимент для всех участников И, я думаю, и для города тоже Мы взялись за такой очень новый интересный жанр видеотанец И хотим попробовать в результате сделать несколько художественных высказываний про наш город Вот языком этого жанра видеотанца То есть проект включает в себя практические лаборатории, которые будут проводить, собственно, Дина и Александр И просветительскую часть в виде открытых лекций на самые разные темы Вот вчера мы говорили про видеотанец, как жанр, откуда он взялся, откуда он появился, что он себя представляет Нам-то расскажете? Я думаю, что обязательно Не уложимся, полтора часа вчера говорили Да ладно, продлим эфир, что сделать Ну, интересно было Что такое видеотанец? Да, давайте сразу начнем с того, потому что было понятно дальше Да, Дина Дина? Да, ну, видеотанец это... Да, спасибо Ну, это такой симбиотический жанр искусства, когда соединяется хореография и киноискусство, и видеоискусство И это вот такой неделивый симбиоз То есть это танец, который снимается на видео? То есть в кадре мы видим танцующих людей? В кадре мы можем видеть танцующих людей В кадре мы можем видеть Но это не всегда хореография в том виде, в котором мы привыкли видеть это на сцене или в балете Это может быть просто пластика, да, это может быть тело, это может быть, не знаю, рука крупным планом, которая движется с переходом на, не знаю, на общие планы То есть это пластика, это история, рассказанная посредством пластики, посредством движения. Вот на сайте Молодежного творческого центра выложен видеоролик, я посмотрел. Да, кстати говоря, этот ролик как раз авторства Дины Александра при участии Ирины Брежневой иммиграции. Хореографа театра на Спаске, да. Да, и он как раз тоже, вот, кстати, вот очень интересно было нам обсуждать, вот для нас с Ириной это был именно ролик про город, почему-то он так отозвался, что там какое-то настроение про город. Вот, и вот для меня вот этот ролик был очень важен, как такой некий преамбула к нашему проекту, который уже начинается, вот это размышление о нашем ощущении своего города, как мы в нём живём, как мы его ощущаем, что мы в нём чувствуем, рассказано через движение. Поэтому будем продолжать. Это вот, Даша, вы говорите, это вам показалось, да? А другому человеку может показаться, что вообще не про город даже, да? Всё субъективно? Конечно, конечно, да. В этом и прелести, в том числе жанры видеотанца, да, потому что тут ассоциацию каждого рождаются свои. Здесь нет какой-то чёткой установки, что мы хотим вам показать это, вы увидите только это. Такие субтитры, вы видите вот это, нет такого, да? Я думаю, вот наш проект, вот мы сейчас, например, вот сложно сказать, что в итоге получится, потому что очень многое зависит от тех людей, кто придут принимать участие, кто будут делать. И для каждого это будет личное переживание своего присутствия, существования в этом городе. То есть мы не делаем рекламного ролика про кино. Смотрите, какое красивое у нас там здание или какой-то исторический там центр. Мы не делаем проблемного видео про дороги или про ЖКХ или что-то ещё. Как правило, когда у нас какой-то видеоконтент про город появляется, это либо то, либо другое, да? Мы делаем именно такое вот субъективное, художественное высказывание про личное переживание человека, живущего здесь. Потому что мы, живя здесь, испытываем огромную гамму эмоций, не только положительных, иногда просто сложно рефлексируемых, то есть вот на грани. «Mixed emotions». Вот поэтому это очень непредсказуемый проект. Нам всем самим очень интересно, что из него получится в итоге. Вот первая лаборатория, которая сегодня вечером стартует, нам уже, наверное, даст какое-то первое понимание о том, что... А может и не даст. Может, мы только-только нащупаем какие-то общие точки, откуда можно вести повествование, подумаем, где это может сделать. А может быть и нет. Саша усомнительно качает голову. Ну, сегодняшний лабораторий, чуть позже, мне еще хочется выяснить, ну, можно это называть жанр, видеотанец, нет? Это что? Я думаю, что да, по крайней мере, вот те официальные... И когда он вообще зародился, и где? Ну, корни-то у него уходят, у него ноги растут с киноавангарда 20-х, потому что очень много опыта он взял оттуда. С времен немого кино еще, наверное. Да, с времен немого кино этих экспериментов как раз-таки с пластикой, с ритмами, с симбиозом балета, музыки. А более выделился, наверное, это 50-е, в Америке 50-е была такая художница. Поближе, пожалуйста. Поближе микрофончик. Так, что-то у нас с микрофоном. Нет, что-то с микрофоном, это уже не в вас дело. Это дело в технике. Даша, поделитесь, пожалуйста, микрофоном с Александром. Да, это 50-е, 60-е годы, когда уже война прошла, уже стало восстановление всего строя, социального, политического. И в эти моменты стали появляться новые художественные высказывания, стал зарождаться новый язык, и тогда было очень много художников, которые интересовались новыми практиками, пробовали привнести новый язык, пробовали привнести новые технологии, новые инструменты, новые смыслы. И в тот момент было большое количество художников, которые повлияли на то, что происходит сейчас, практически во всех видах киноискусства. В фильмах, в клипах, в рекламе. И вот как-то так. Публика-то тогда приняла это и поняла, что это вообще такое? Ну, он как тогда был такой жанр достаточно узкий, который для всё-таки определённой аудитории, так и сейчас. То есть сейчас, конечно, есть различные фестивали в Европе, и в той же Америке очень много фестивалей именно дэнс-фильма. Это прям целенаправленные фестивали, куда привозят именно работы, так или иначе, попадающие под этот жанр. То для большого, ну, для массы это, конечно, не популярный жанр. В 50-е годы и не было таких средств массовой коммуникации, как сейчас, так что они просто были недоступны по определению. А сейчас-то ведь гораздо проще с этим стало, да, ведь этот ролик может появиться и в интернете. Вот как в данном случае его видели. Да, просто сейчас есть возможность того, что если ты сам интересуешься, то ты можешь вполне найти возможность этого поиска и найти результаты любые. То есть более доступно стало? Более доступно, абсолютно верно. Но вопрос, многие ли знают, что это непосредственно называется видеотанцем, потому что названий у этого достаточно много. Кинотанец, видеотанец, dance on the screen и куча-куча-куча других, которые рождаются, 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 и как бы получается, что велосипед изобретается заново. Хотя с середины 60-х годов, после 60-х годов, это активно уже целенаправленно было оформлено в том, что это будет приблизительно в таком направлении. Потому что жанром в целом назвать, конечно, это можно, но мне кажется, это больше будет теоретики говорить чуть позже, чем мы сейчас с вами. Вот, были времена. Были времена, потому что, да, я вот откопал буквально в своих архивах несколько дней назад брошюры по фестивалю кинотанец в Петербурге, который происходил с 2002 года. Его делали Алла Ковган и Вадим Каспаров. Я проходил раз в шесть или восемь и как раз рассказывал про всё это всему Петербургу. А, скажем, когда мы с Диной стали плотно сотрудничать несколько лет назад, в Москве стали говорить, это первый фестиваль по видеотанцу в России, хотя опыт уже был. Получается такая история, что преимущественных поколений в этом направлении практически нет. Кто знает, кто в курсе, кто этим занимался, те, да, те понимают, откуда растут ноги, как вы правильно сказали, откуда всё это происходит. А те, кто заново сталкиваются с этим, кто заново пробует соединить это, для них, конечно, это всегда в новинку узнавать старые новые имена, как у нас. Ну, у нас всегда же новые, это хорошо забытое старое. То есть среди создателей этого контента есть метры признанные, нет? Да, конечно. Есть. Можно озвучить несколько, может, имён, фамили. Мы сидим с этими метрами. Сидим с метрами. Ну, из российских, которые прямо влияют на видеотанец, по моему мнению, это Алла Ковган в первую очередь. Она родилась в Москве, давным-давно живёт в Америке. Она сделала очень много прекрасных фильмов. И, насколько я знаю, когда мы последний раз разговаривали с Аллой, она делает фильм про Кеннингема. Это такой великий хореограф. И она делает про него фильм. Она собирает по всему миру деньги, чтобы сделать такой прекрасный фильм о Кеннингеме, про которого никто не знает. По факту. Мы продолжим нашу беседу после небольшой паузы. Настало время прерваться. Скоро вернёмся. Сейчас пытаюсь понять, что уже вынесли из нашей беседы наши слушатели. Может быть, можно подсказать, куда-то вот зайти, если есть сейчас возможность в интернете, что там нужно набирать, чтобы посмотреть. И вот яркие примеры такого направления, как видеотанец. Ну, если просто набрать видеотанец. Можно, конечно, набрать просто видеотанец. Окей, гугл. Что он мне ответит? Видеотанец, да. Это рискованно. Это будет очень рискованно. Я набрал, и мне сразу интернет выдают современные стили танца. Современные танцы. Он может ещё выдать вам какие-нибудь корпоративные танцы. Это реально рискованно. Да, это правда реально рискованно. Мне кажется, стоит тогда просто посмотреть такие шедевры, которые знают все. Скажем, есть компания Ultima Vez. У неё есть фильм Blush, который основан на спектакле. Есть компания DV8, DV8. У них четыре спектакля, которые они перевели в формат видеотанца, видеоспектакли, видеотанца, как фильмы сделали. Есть Анна Тереза де Кирсмейкер, которая сделала Rosas Dance Rosas, фильм тоже своего спектакля. И после этого, мне кажется, там уже будет понятно, отчего. Розы танцуют роз? Ну, практически так. Примерно так. На такие большие полнометражные работают. Да, они минимум 35 минут. Это практически полный метр, который можно смотреть. Чаще всего, скажем, Rosas Dance Rosas, он без слов. У DV8 это чаще всего со словами. И у Blush это со словами. Да, есть диалоги присутствуют. А сценарий? У DV8? У всех есть сценарий. Даже на самом деле у Rosas Dance Rosas есть сценарий, но он сценарий не нарративный, не прописанный текстом, а сценарий телесный. То есть что тело делает, каким образом создаются конфликты, каким образом происходит драматургия, действия. То есть это всё тоже заложено. Это не просто так, что мы просто стали танцевать, сняли на видео, и это потом монтируем, как нам нравится. Там всё равно есть последовательность действий, есть драматургия, есть события, есть много-много других законов, которые соблюдаются, но непосредственно же при этом, при этой работе. Да, в этом прелести этого жанра. То, что законы, кинозаконы, законы драматургии, и там операторской, и все остальные, они все соблюдаются. Просто история переводится в язык тела, а не вербальный. Хотя DV8, они работают очень хорошо именно в симбиозе. У них есть язык тела, и диалоги, и персонажи. То есть они именно в этом жанре работают. — Даша, какую серьёзную, интересную штуку вы заводите в наш город, а? — Действительно. — Потом вдруг окажется, что 20 лет назад уже был фестиваль видеотанцев. Мы об этом узнали, да? Чего опасаетесь, в первую очередь? Ничего не опасаетесь так пока с открытым забралом, что называется? — Пока стараемся ничего не опасаться. — У вас сегодня первая лаборатория, да? — Да, сегодня мы начинаем. — Вы уже знаете, кто придёт? — Да, вчера уже было такое у нас организационное собрание после лекции с ребятами. А на самом деле состав участников очень интересный. — Так что есть лаборатория, давайте поясним. — Вот это, наверное, к Саше. — Я так понял, это практическая часть проекта. — Да, практическая. — На самом деле лаборатория — это тот формат, который мы предлагаем. Он заключается и практикой, и теорией одновременно в одном месте. Но при этом мы сами, как участники этой лаборатории, не всегда знаем точный результат. Мы знаем, к чему он может привести, но каждый раз результат лаборатории становится абсолютно разным. Это не, скажем так, не урок, не воркшоп, когда я чётко знаю, к чему я должен привести. То есть у меня есть определённые компетенции, которые должен обладать ученик, студент, который проходит. — Закрепить там. — Закрепить, да, вот это всё. Знания, умения, навыки, вот этот весь образовательный процесс. — И потом дать зачёт. — Именно. — И забыть благополучно. — Нет, мы надеемся, что здесь никто не забудет и будет этим пользоваться. И поэтому лаборатория — это тот формат, когда вы получаете информацию, и вы сами ищете тот путь, как вы будете эту информацию применять к тому, что вам интересно на данный момент. — У вас большой опыт проведения таких уже лабораторий? — У меня достаточно большой опыт проведения лабораторий, потому что я и педагог, и художественный руководитель разных мероприятий. — Ну можно ещё конкретнее, поподробнее, что происходит? — Пришёл Владимир на лабораторию. — Пришёл Владимир на лабораторию. Мы говорим, здравствуйте, Владимир. — Владимир говорит, очень хочу делать видеотанец. — Мы говорим, прекрасно. Владимир, а какой у вас опыт и с чем вы пришли? — Нулевой. — Нулевой, прекрасно. А чем вы до этого занимались, Владимир? — Чем до этого? Вот сидел в микрофон, говорил. — Прекрасно. Смотрите, у вас прекрасный нарративный опыт передачи информации текстом. Давайте подумаем, как ваша передача текстом связана с вашим телом. В первую очередь для меня, например, как для хореографа, было бы очень интересно снимать ваше лицо, когда вы это производите, когда вы это делаете. А дальше подключается Дина и говорит, а снять это лицо мы можем вот так, вот так и вот так. И из того, что вы говорите, мы просто убираем звук, и у вас получается чистая хореография вашего лица. — Данец лица. — Данец лица. — То, что дано мне природой. — Абсолютно верно. — И мы подкрепляем как бы это другими определенными инструментами создания, можно так назвать выразительными средствами, подкрепляем задачами, которые вам интересны, подкрепляем это контекстом, идеей, в каком пространстве это находится, с каким временем это происходит. Много-много всего вокруг этого делаем, и уже после этого мы получаем тот продукт, который будет и вам интересен, и вам находится он в зоне вашего комфорта, если вы этого хотите, или наоборот, вне зоны вашего комфорта, если вы этого хотите, и смотрим этот результат, который будет получаться. — А если подключить тему города, то можно попросить вас рассказывать что-нибудь про свой город и таким образом снимать ваши эмоции про ваш город на вашем лице. — И это все снимать еще в разных местах города. — То есть съемки-то они такие не павильонные, да? — Нет, они должны быть в среде, и у нас есть такой глобальный план о том, чтобы в конце, в итогах проекта, который будет ориентировочным в октябре-ноябре этого года, итоги мы представим, с одной стороны, в формате некой выставки, но нам бы еще очень хотелось вот эти видеоработы вынести снова в городскую среду в виде видеопроекции. — В идеале там, где они были сняты. — Ну, это технически вполне возможно. — Технически это все возможно, и даже почти уже все продумано. Поэтому нам бы очень хотелось вот этот диалог с городом установить максимально в обе стороны, чтобы он сработал. Чтобы и мы про город подумали, что-то сделали, чтобы это все в городскую среду вернулось. — Просто я не сразу понял, что проект такой долгоиграющий. Думаю, зима такая, как... — У нас планируется вот четыре таких вот лабораторные встречи. Примерно по два события в месяц просветительских. И вот должно к октябрю-ноябрю какие-то итоги быть подведены. — На участников лаборатории сегодня, например, кто станет? — Участники очень разные. Есть и фотографы, есть люди... — Вы как-то отбирали их на конкурс? — Да, у нас был... Мы собирали заявки через наш сайт. В течение месяца приходили. Вот заявок в итоге почти 50 мы получили. Очень разных. Есть, конечно, основная часть... — А какой-то от СЕФ проводили? Вы точно не подходите? — От СЕФ получился... Он как бы не должен был, но он получился от СЕФ просто за счёт того, что люди, например, подали заявки, а потом, когда стали выяснять, что выяснили, что я так долго не могу, или я, наверное, не смогу там принять участие, или, допустим, получилось, что там были из детских коллективов, тоже там не смогли потом, когда начали выяснять подробности. В итоге где-то вот порядка 40 человек у нас получилось в списке. в итоге кто всё-таки придёт уже физически и реально как бы в клинице. — Это вы сегодня увидите, да? — Да, это сегодня мы увидим и поймём. По составу, большей частью, это, конечно, люди, связанные с хореографией, то есть это преподаватели хореографических коллективов, участники самых разных. Есть, например, люди, которых... Ну, 10 лет танцевало в детстве. — А так, чтобы вот, как мы с Владимиром, которые никогда не танцевали. — Есть и такие, есть, которые никогда не танцевали, ни разу не держали в руках камеру, но, например, работают либо в научной сфере, либо с текстами работают, то есть какого-то есть интерес. И самое любопытное было читать мотивационный такой комментарий к заявке, то есть мы просили всех написать... — Да, мы просили всё-таки. — Почему? — Какую-то мотивацию, и даже было творческое задание, которое можно по желанию было выполнить, присылать фотографии, в которых показать, как они понимают движение. Тоже очень было любопытно на это посмотреть. А в комментариях основной, например, красной линией, почти у всех проскальзывает мотивация. Хочется попробовать что-то новое. У кого-то это через... Прямо вот пишут в определении какой-то зоны комфорта. То есть вот выйти в что-то неизвестное. — В том числе и обычное человеческое любопытство, да? — Да, да. — Хочется оставить... Вот неизвестный человек был... Хочется оставить след в культурной жизни города. Кому-то просто любопытно, как можно про урбанистику говорить хореографическим языком. — У меня до сих пор любопытно, если честно. — Увидим результат. А действительно, на самом деле, языком искусства, любого искусства, можно говорить на любую тему. В том числе и про урбанистику. — Тут процесс не только говорения, тут же ещё процесс понимания должен быть. надо сказать так, чтобы тебя поняли. — Это да. — Или хотя бы примерно поняли, да? Потому что совсем-то такого не было. — В том-то и заключается, на мой взгляд, задача художника, чтобы сделать это высказывание, не просто, что я так чувствую, а сделать это высказывание неким адекватным языком, чтобы, с одной стороны, выразить то, что ты хочешь выразить, с другой стороны, чтобы это было считано, с другой стороны, так или иначе. Но, опять же, нельзя исключать процесс некого усилия со стороны зрителя. — Это безусловно. — В прошлый раз об этом затрагивали. — Александр, да? — Да, Даша, попробую дополнить. Есть интересный момент, связанный как раз с современным всем искусством. Современное искусство как раз создаёт ситуацию, в которой зритель попадает в неловкое положение. Он должен определиться сам, как к этому относиться. Потому что, если мы видим традиционное искусство, нас уже с детства учат, как к нему относиться, мы прекрасно понимаем, то с современным искусством зритель должен сам со своим опытом, со своей совестью принять или не принять то, что происходит здесь. И в этом, мне кажется, тоже основная задача того, что Даша продолжает говорить. И вот я поддерживаю. — Нет, это, безусловно, так всё и есть. Просто вопрос возникает такой, что можно просто создать ребус. Я создал ребус, я в него ничего не вложил. А вы там... — Да, но с другой стороны, есть научная доказательная база, которая говорит о том, что сам по себе ребус вырабатывает у нас эндорфин. Если я пишу последнее слово в ребусе и угадываю весь ребус, то у меня вырабатывается эндорфин, у меня радость, счастье, всё хорошо. И, может быть, в этом и есть смысл художественного высказывания автора, который делает... — Да, в том случае, если вы можете его разгадать. — Да, безусловно. — Это может быть просто вот такое. — Безусловно. Но некоторые ребусы тысячелетиями не отгадываются. — А может быть так, что вам кажется, что перед вами ребус, а на самом деле всё именно так, как вы видите, и ничего там не... — Не изгадывать не нужно. — Да, это вот в современном искусстве, например, концептуализм, например, там вот просто вот... Тот же, что Жозеф Кошец когда ставил, три стула. Это просто три стула. Фотография, стул и текст о стуле. И всё. — Как у нас говорят, иногда банан — это просто банан. — Да, да. — Про танец то же самое. Танец, движение — это просто движение. То есть вы сами решаете, что у вас происходит. Зеркальные нейроны за вас делают прекрасные танцы внутри вас самих. Может быть, в тот момент, когда вы просто сидите, перед вами кто-то танцует. На самом деле внутри вы танцуете так же, как он. Ну, как бы это на самом деле происходит. — А нечто подобное где-то уже реализовывалось? — Да, реализовывалось. — Хореография соединена с городским пространством. — Да, конечно. Это опять же после войны, как бы там сайт-специфики. — Нет, ну если вот говорить, скажем так, вот о наших уже реалиях российских в каких-то городах, кроме Кирова. — Имейте в виду сайт-специфики, хореография в пространстве? — Да, да, да. — Да, конечно. Есть много специальных компаний, которые интересуются этим и делают это, скажем, а Сидорина Горь из Петербурга они очень много работают с социальным пространством. Есть ребята из «Балета Москвы», Оля и... Всё, у меня двумя, простите, после поезда. Они работают очень много с этим. То есть есть компании, которые специально... Ликвид театр, который работает в уличных пространствах. — Это столичные города, всё. У нас как бы такой город по скромне. — Да, есть, скажем так, не столичные. Есть фестиваль уличных театров в Архангельске. То есть там происходит как раз и современный танец, и театр. Это всё на улице города. Тоже небольшой город, чуть севернее, ещё холоднее. — Я думаю, тут происходит, вообще существует на стыке разных направлений и жанров. То есть когда уличный театр, это вообще совершенно отдельная большая история, уходящая в Средневековье. Вот уличный театр и хореография, и уличный перформанс, когда всё это вместе соединяется. То есть современное искусство, оно интересно тем, что оно постоянно находится в каком-то движении между жанрами и направлениями. То есть нельзя сказать, что вот это вот видеотанец, это не видеотанец. Постоянно какие-то пересечения. То, что мы будем делать, можно будет назвать видеоперформансом, может быть, в итоге. Тоже есть такое направление в искусстве. И вот нельзя ставить какие-то жёсткие рамки жанровые. И всегда приходит какой-то эксперимент и заимствование из других, из соседних областей, включая кино, рекламу, науку, да всё что угодно. Есть интересная мысль, что мы, как человечество, очень долго сначала всё искусство запирали в чёрную коробку, а теперь пробуем эту чёрную коробку открывать и всё искусство отправлять в пространство вокруг нас. Очень красиво, да. Я напомню, что мы говорим о проекте «Город в движении». Говорим с нашими гостями Дарья Ткачёва, руководитель этого проекта, Александр Любашин, преподаватель научно-творческой лаборатории современных форм танца Академии русского балета имени Ваганова и Дина Верютина, видеооператор, режиссёр документальных фильмов, арт-проектов и коммерческого видеоконтента. Ну а реализуется этот проект вместе с Молодёжным творческим центром и Волгой, Вятским филиалом Государственного центра современного искусства в составе РосИЗО и Вятским государственным университетом. Всё верно. Совершенно. Реклама сейчас и скоро продолжим. Мы возвращаемся в студию. Напомню, что говорим мы сегодня о проекте «Город в движении». У нас в гостях сегодня Дарья Ткачёва, руководитель этого проекта и два наших гостя нашего города. Так, Александр Любашин, преподаватель научно-творческой лаборатории современных форм танца Академии русского балета имени Ваганова и Дина Верютина, видеооператор, режиссёр документального фильма и арт-проектов Пока все слушали рекламу, мы как раз обсуждали вот этот вопрос такой специфики. Ведь на самом деле это же интересно, когда танцор или исполнитель делает движение не для публики, делает для камеры. Тут какие-то особенности возникают совершенно-таки необычные наверняка. Вот какая-то специфика появляется. Да, тут есть специфика. Что касается именно видеооператора по отношению к танцору, тут должно быть очень чёткое такое понимание и какое-то доверие. То есть, по сути, камера это заменяет твой взгляд, взгляд зрителя и понимание задачи, что мы хотим показать в этом кадре, как должен человек, зритель почувствовать это движение, это очень важно передать именно камерой. А камера тоже движется? Иногда она движется. Нет, конечно. Тут всё зависит от задачи, от постановки. То есть, когда это движение, вот мы с Сашей очень много тоже думаем об этом и работаем над этим. То есть, иногда мы даже делаем между нами такие какие-то маленькие лаборатории на двоих, когда мы пробуем делать, он движется, двигаюсь я и смотрим, как взаимодействуют танцоры и камеры. Но это именно вот такая живая съёмка, то есть, это не потом окончательный какой-то монтаж происходит. Вот надо именно снять вот как есть, да? Тут по-разному, как и каждый какой-то продукт, кинопродукт, видеопродукт, тут всё как бы рождается по-разному. То есть, например, вот эта работа, которая висит сейчас у нас на сайте нашего проекта, то есть, мы её делали очень экспериментально. Мы экспериментирули... На сайте Молодёжного Творческого Центра, напомню. Простите, пожалуйста. Да, нормально. То есть, мы экспериментировали с движением камеры, мы экспериментировали со статикой, и то, что мы закладывали вначале, какие у нас были задачи, идеи. Конечно, на монтаже это немножко поменялось, и мы немножко ушли. То есть, материал потом он сам себя куда-то подталкивает. Он сам тебе даёт понять, что нет, вы хотели сделать фильм об этом, но, извините, у вас получился фильм о другом. И ты понимаешь, что да, складывается другая история. Это мы где-то учат? Видеотанцуем? Да. Как снимать видеотанец? Как снимать видеотанец? Нет, тут, я думаю, только опыт... Ты можешь брать опыт классической киношколы, то есть мой опыт классического операторского мастерства и режиссуры, и просто уже его трансформировать, менять под хореографию, под задачи, под движение. Скажем так, академическая программа как обучение по съёмке видеотанцу, как таковой, я не знаю, но есть очень много маленьких воркшопов, мастер-классов, курсов, лекций. Они всегда регулярно где-то происходят по миру. Понятно, что в России не так аккумулировано, но по всему миру это постоянно где-то происходит. Благодарим. Ввести в курс дела можно человеку. Это скорее такой обмен опытом, наверное, когда собираются художники, которые занимаются видеотанцем, и происходит такой обмен опытов в рамках фестиваля. Я думаю, надо вернуться уже к нашему проекту, собственно говоря, потому что у нас сегодня уже лаборатория. Да, сегодня лаборатория. И вот мне ещё вопрос такой возникает. То есть люди, которые пришли, они будут только пластикой заниматься или снимать тоже они будут? Сначала у нас была мысль о том, что разделить, что у нас будут хореографы, это у нас операторы. Потом мы поняли, что данный жанр требует от нас объединить. То есть у нас, чтобы каждый понимал, что происходит по обе стороны объектива. И поэтому у нас будет единая группа и будут все заниматься всем. И поэтому вчера мы давали задание кому что принести, было под это того, что кто-то говорит, а у меня нет там кинокамеры, телефон. У всех сейчас есть телефон, можно снимать на телефон. Можно получить совершенно замечательные, интересные, по своей специфике, картинку, снятую просто на камеру телефона. Поэтому все будут заниматься всем. Возрастное ограничение есть? По лаборатории. Мы сделали ограничение 16+. 16+. Просто контролирующий орган. По верхней шкале ничего? По верхней шкале это 90-90, мы указывали возрастное ограничение. 16+, да? Да, да. Каждая лаборатория это все новые люди будут? Нет. Нет? Мы настраиваем так, чтобы человек начал, влился в проект и он пойдет до конца. поступательный процесс. Да, то есть это не замкнутый процесс, вот прошла бы лаборатория какой-то результат. То есть как мы сегодня уже говорили, что может быть мы вот в эту лабораторию вообще ничего не создадим. То есть мы начинаем работать. Для людей, которые пришли, это абсолютно новый жанр. Это новый даже способ мышления. Надо научиться немножко по-другому мыслить, по-другому себя выражать. Мы только начнем подступаться к этому вопросу. Может быть, что-то будет снято в зимних декорациях, что называется, в городе. Может быть, нет. То есть это абсолютно такой вот живой творческий процесс, который нами весьма условно контролируется. Большей частью это просто такая живой процесс, за которым будет очень интересно наблюдать. То есть те 40 человек, которые вы набрали, они, вы надеетесь, что пройдут вместе с вами весь этот путь, все эти четыре лаборатории? Да. А тем, кто не участвует в лаборатории, но хочется посмотреть, что происходит. происходит для... Есть наша просветительская часть, это открытая лекция, на которую может прийти абсолютно любой, послушать, узнать новое. А вот эти лекции, они как-то увязаны с деятельностью лаборатории? То есть каким-то образом у них идет такая взаимосвязь? Переключка. Ну, они вяжут содержательные прежде всего, поскольку вот вчера мы говорили про видеотанец как жанр, да, и даже те, кто не участвует в лаборатории, могли прийти узнать как бы что-то такое. В следующий раз мы будем говорить, вот у нас 6 марта приедет наш гость Артем Филатов, уличный художник из Нижнего Новгорода, художник-куратор, мы будем говорить про стратегию художников в городской среде. То есть они очень активно работают с жителями, создавая свои работы. В марте у нас будет гость из Москвы, Антонио Джеуза, он будет говорить про историю видеоарта вообще, видеоискусства. То есть вот мы, каждая лекция содержательна, она раскрывает какие-то грани того инструментария, который мы берем в работу. Кроме этого, будут лекции моего авторского курса про искусство и город, где я буду рассказывать про историю паблик-арта, о том, как искусство взаимодействовало с городской средой на протяжении вот истории. То есть первая лекция уже была, мы говорили о некой предыстории. Следующий, мы затронем вопрос, как искусство выходило из музеев на открытое пространство. Из чёрного ящика. Да, то есть это такие площадки, где можно приходить, говорить на тему искусства и город, художник и город, приходить, обсуждать, делиться, то есть там будет те же, как бы частично, как бы, какие-то отглоски, обсуждения, которые были на лаборатории, там будут и участники лаборатории, и любой человек, который вот хочет просто познакомиться с этим, не готов пока практически участвовать, можно присоединяться к проекту вот такой формы. Нам осталось всего лишь несколько секунд, наш редактор попросил нам немножко закончить пораньше, для того, чтобы успела выйти программа. На выходе, где можно будет посмотреть то, что родится в процессе работы? Прежде всего, все итоги будем публиковать на нашем сайте Молодожного Творческого Центра, у нас есть группы во Вконтакте и во Фейсбуке, и на Фейсбуке можно присоединяться туда и следить за проектом, за его итогами, за его ходом. Спасибо большое нашим гостям, на этом завершается программа Дневной Разворот, удачи вам в этом начинании. Николай Голиков, Владимир Сметанин, я, кстати, не прощаюсь, до встречи в особом мнении через полчаса, чуть меньше, гостем особого сегодня будет вице-спикер УЗС Субтитры сделал DimaTorzok